Все знают, что надежнее всего трудиться на государственном предприятии или учреждении. Поэтому, благодаря людям, которые вас пригласили, вы одни из первых узнаете об единственной в мире государственной компании прямых продаж. Эта компания входит в топ-20 самых прибыльных компаний прямых продаж в мире. И по оценкам экспертов, на сегодняшний день это самая надежная, самая быстро развивающаяся компания. И это еще не все. Те люди, которые вас пригласили на эту встречу, являются частью самой быстро развивающейся команды, структуры в России и СНК, команде профессионалов. Сегодня вам будут предоставлены только факты. При необходимости вы можете перепроверить их через интернет или другие источники, которым доверяете лично вы. Но могу сказать совершенно точно, что равнодушными вы с нашего мероприятия не уйдете, потому что сейчас вы узнаете о том, как за очень короткое время вы сможете восстановить лично ваше здоровье, здоровье ваших родных и близких вам людей. Причем здоровье не только физическое, а также и финансовое здоровье ваше и вашего окружения. Все знают, что здоровье дороже всего на свете. Здоровье – это самое главное слово для любого человека. Сегодня, опять же, благодаря людям, которые вас пригласили на эту встречу, я открою вам секрет долголетия китайских императоров, в основу которого положена величайшая философия Инь и Ян, благодаря которой в свое время китайские императоры правили в два раза дольше, чем жили простые люди. Сейчас мы с вами посмотрим двухминутный ролик, который я снимал, будучи на конференции этой компании. Ну, мне так вот несказанно повезло. 14 января этого года, 2014, мне посчастливилось побывать в Китае и присутствовать на этой конференции. Ролик короткий, но он как бы раскрывает суть, о чем сегодня будет речь. Итак, давайте посмотрим в течение двух минут этот ролик. Есть старая поговорка. Если каждый день ходишь на работу, то теряешь здоровье, но достаточно денег не зарабатываешь. Все знают, что надежность дает только работа на государственном предприятии. Поэтому было бы неплохо одними из первых узнать об единственной в мире государственной компании прямых продаж, которая больше других оплачивает труд своих партнеров. Друзья мои, я снимаю этот ролик 14 января 2014 года в Пекине, будучи на конференции «Единственная в мире государственная компания прямых продаж. Новая эра», которая является одной из самых прибыльных компаний прямых продаж в мире. Конференция проходит в огромном зале, где проходили соревнования по баскетболу на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. На конференции присутствует 13 тысяч человек. Вы видите полный зал людей. Вы видите женщину, которой 56 лет, которой 10 лет назад был поставлен страшный диагноз – рак. Благодаря уникальным продуктам компании «Новая эра», эта женщина стала полностью здоровой. А благодаря возможности построения бизнеса с компанией «Новая эра», она стала одним из 800-долларовых миллионеров, единственной в мире государственной компанией прямых продаж «Новая эра». С этой компанией эта хрупкая женщина сделала быстрый скачок от смерти к богатству и счастью. Она стала полезной огромному количеству людей. Лично президент компании встречает эту успешную женщину. Ее сопровождают ее сын и племянник. Вы видите счастливые лица людей. Они достигли большую цель в своей жизни. Они дали другим людям возможность стать здоровыми, счастливыми и богатыми. И вот этот торжественный момент награждения и признания значимости этой женщины. Сам президент награждает значком из чистого золота за заслуги перед людьми. Это и есть счастье. Счастье – быть нужным и полезным другим людям. Да, было бы неплохо, если бы все присутствующие в этом чате оказались бы на этой сцене, на месте этой женщины. Представьте, какое счастье присутствовало бы внутри каждого из нас. Действительно, счастье – это когда ты понимаешь, что полезен людям. Действительно, что благодаря именно тебе люди обретают здоровье, становятся счастливыми и богатыми. Есть закон. Деньги – это эквивалент твоей полезности людям. И чем большему количеству людей ты полезен, тем больше твое вознаграждение. Ну а теперь, друзья, мы рассмотрим само наше предложение. Повторяюсь, оно основано только на фактах, которые вы можете перепроверить через интернет или другие источники, которым доверяете лично вы. Существует вот такой американский деловой журнал «Direct Silent News» – это новости прямых продаж, или DSN – сокращенный вариант. Главный редактор этого журнала – Джон Флеминг. И каждый год в июне месяце этот журнал публикует свой ежегодный самый популярный в мире рейтинг – DSN Global 100. Это список 100 самых прибыльных компаний прямых продаж в мире. Повторяю, это самый престижный мировой рейтинг. Вот так выглядит сайт этого журнала. Ссылочка его – directsalentnews.com. А вот так вот выглядит переведенный вариант этого же сайта. Здесь ссылка будет directsalentnews.ru. Ну, к этим страничкам мы еще с вами вернемся. А вот на этом слайде вы видите рейтинг самых прибыльных компаний в мире. Самых прибыльных компаний прямых продаж в мире. И сейчас мы с вами вот этот рейтинг рассмотрим, как устроена эта табличка. Мы рассмотрим на примере нескольких компаний. Ну, вот, например, первое место. 2011 год. Товарооборот 11,3 миллиарда долларов. Десятый год. Первое место. Товарооборот 10,9 миллиарда долларов. Компания Avon из Соединенных Штатов Америки. Благодаря чему вот эта компания два года подряд с завидной постоянностью занимает первые места в самом престижном мировом рейтинге? Ну, совсем не потому, что косметика Avon самая лучшая косметика в мире. Нет. Просто эта компания раньше других начала продвигать свою продукцию именно таким образом. И в 2011 году компания Avon на рынке была 125 лет. Далее идут такие крупные компании, как Amway, Herbalife. Пятое место занимает немецкая компания Forward. Она на рынке в 2011 году была 128 лет. Ну, потом идут более молодые компании. Но, тем не менее, вот смотрите, 16 место занимает корейская компания Amore Pacific. В 2011 году она на рынке была 66 лет. И сейчас мы рассмотрим с вами представляемую сегодня компанию. Как я говорил, она входит в топ-20 лучших компаний в мире. Итак, 18 место. Товарооборот 555 миллионов долларов. За 2010 год места нет, товарооборота нет. Компания Новая Эра из Китая. Эта компания в 2011 году на рынке была всего лишь 16 лет. А на мировой рынок эта компания вышла только в 2011 году. И сразу же ворвалась вот на такое высокое и очень-очень престижное место. Благодаря чему, какие составляющие успеха этой компании? Давайте мы их рассмотрим. Первая составляющая успеха, очень-очень важная составляющая, это то, что Новая Эра это единственная в мире государственная компания прямых продаж. Именно вот по этой причине она вышла на международный рынок всего лишь в 2011 году. А все это время, с 1995 года, эта компания, выполняя государственную задачу, обеспечила своим продуктом население Китая, то есть свое население. Вторая причина успеха этой компании, это уникальнейший продукт. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже, но по ролику вы видели, что благодаря этому продукту люди излечиваются даже от рака. Ну и третья составляющая успеха этой компании, это уникальный маркетинг-план, опять же, благодаря которому в этой молодой компании на сегодняшний день уже более 800 долларовых миллионеров. Здесь есть даже миллиардеры и с одним из них я сегодня чуть позже вас познакомлю. Ну а теперь давайте мы рассмотрим более подробно представляемую компанию. Кстати, вот на этом слайде, это страничка журнала, опубликовано это на сайте. Вот смотрите, 18 место, компания Новая Эра, индустрия здравоохранения из Китая. И вот здесь вот все данные об этой компании. Это переведенный вариант Direct Sailing News. Теперь уже ссылочка .ru будет, смотрите, то же самое, 18 место. Товарооборот 555 миллионов долларов, Новая Эра из Китая. Еще есть один нюанс. Все вот эти топовые компании, они все относятся к индустрии Wellness. Что такое индустрия Wellness? Индустрия Wellness это передовая индустрия, она основана на новых технологиях. Эта индустрия удовлетворяет одну из самых насущных потребностей общества, это потребность сохранения здоровья. В нашем случае мы будем говорить уже о восстановлении утраченного здоровья. По оценкам экспертов, товарообороты индустрии Wellness к 2020 году будет более 1 триллиона долларов. Ну что такое индустрия Wellness? Это все, что связано с красотой и здоровьем. Это все спа-салоны, парикмахерские, фитнес-центры, спортзалы, здоровое питание и так далее, и так далее, и так далее. Ну а вот в этом огромном бизнес-центре, в центре Пекина, весь третий этаж занимает штаб-квартира и офис единственной в мире государственной компании прямых продаж Новая Эра. Основой всей продуктовой линейки компании является пыльца китайской сосны и экстракт листьев бамбу. Которые на сегодняшний день являются революционными продуктами, которые потрясли всю мировую общественность и на сегодняшний день возведены в ранг национального достояния Китая. В 1995 году премьер-министр Китая Джу Жун Ти выступил с заявлением, что пыльца сосны является самым перспективным направлением и для его развития необходимо открыть новое подразделение. И по постановлению правительства Китая, 18 июля 1995 года была основана корпорация Новая Эра по здравоохранению. Первым президентом компании был назначен вице-премьер-министр Китая Цзу Цзиахуа, вторым президентом стал министр спорта У Шадзу. Компания стала производить продукцию в трех направлениях. Первое – это натуральные и экологически чистые диетические продукты питания, пищевые добавки. Вот их видите, сколько много. Второе направление – это косметика премьер-класса. И третье направление – это личная гигиена и домашний уход. На сегодняшний день в Китае прайс-лист компании состоит из 140 наименований. К декабрю 2014 года ее будет около 400 видов. Это очень и очень востребованные продукты. Эти продукты нужны каждому человеку, каждой семье и каждый день. Еще повторюсь, что в основу всей продуктовой линейки входят пыльца китайской сосны и экстракт листьев бамбука. Философия компании – здоровье дороже богатства. Ну и чем нам лично интересна эта компания, что она совсем недавно, 8 декабря 2013 года, официально начала работать. Открытие было в Санкт-Петербурге, в концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург». Компания открылась на огромнейшем пустом рынке России и СНГ. Так что, друзья мои, пришло время, когда государство участвует в развитии сетевого бизнеса. И пока существует государство Китай, будет существовать компания «Новая эра». Сегодня мы обсудим вторую составляющую успеха этой компании, это продукт. Но мы поговорим только об одной составляющей, это о пыльце сосны. Как говорят китайцы, это творение природы, подаренное человеку Богом. А на данном слайде вы видите профессора Джаолиния, это известный диетолог, руководитель микрохимической лаборатории Центрального военно-медицинского госпиталя Национально-освободительной армии Китая в Пекине. По-другому он называется еще «Госпиталь 301». Это самое престижное медицинское учреждение в Китае, потому что в этом учреждении, именно в этом учреждении наблюдает за своим здоровьем все руководство Китая. Профессор Джаолиния более 30 лет занимается пыльцой сосны. Он является автором программы «Восстановление здоровья сам себе доктор». Благодаря этой программе миллионы людей восстановили свое здоровье. 14 января 2005 года профессор Джаолиния в Доме собрания народных представителей провел с 7 тысячами человек мастер-класс «Здоровье в новом веке», где в докладе он с необычайной гордостью заявил, что биологически активные пищевые добавки во всем мире созданы руками человека. И только в нашей стране бад пыльца сосны – это творение природы. Пыльца сосны является главным секретом долголетия китайских императоров. И на данном слайде вы можете увидеть и прочитать высказывания одного китайского императора из императорской династии Цинь. Эта династия правилась с 221 года до н.э. по 2006 год до н.э. То есть упоминание о китайской пыльце идет из далекой древности. Эта пыльца сосны из Китая единственная из всех существующих бадов в мире получила 6-ю награду в мире за особый вклад в развитие человечества. Эту пыльцу можно сравнить с величайшими открытиями прошлого века. С открытием лампы, с открытием паровоза, с изобретением телефона и самолета. Это вот вы видите награды этой компании. Ну а вот так выглядит эта цветущая красавица. Это совсем не те сосны, которые мы привыкли видеть в наших лесах. Такую пыльцу выделяет в мире только два вида сосен. Это маслянистая китайская сосна и сосна вида масон. Эти деревья растут только в Китае. Японские ученые пытались высадить у себя такие деревья, но они не приживаются. Период цветения этих уникальных деревьев приходится на апрель-май месяц. Это самые опыляющиеся деревья. Они в этот период выделяют огромное количество пыльцы. Ученые посчитали, что одного годового урожая этой пыльцы достаточно, чтобы в течение пяти лет кормить все население Китая. Пыльцы выделяются очень и очень много. И все близлежащие водоемы покрываются вот такой желтой пленкой. Это пыльца в живом виде. И есть веские доказательства тому, что желтое море в Китае названо так именно благодаря этой пыльце. Вот так выглядят эти самые опыляющиеся деревья в период цветения апрель-май месяц. И еще хотелось остановиться бы на одном факте. Пыльца сосны, еще она называется пин-полен, это творение природы. О чем идет речь? Ну, возьмем, например, такой продукт, как пшеница. Это натуральный продукт. Но для того, чтобы он вырос и с него получить урожай, вначале нужно вспахать землю, посадить зерна, удобрять и так далее, и так далее. То есть нужны человеческие руки. В дикой природе пшеница не растет. В дикой природе также не растет рис, кукуруза, помидоры, огурцы и так далее, и так далее, и так далее. Сосна – это реликтовое дерево. Она несет в себе огромнейшую силу. Именно это дерево и зимой, и летом одним цветом. И через свою пыльцу она несет в организм человека природный код, который позволяет именно восстанавливать здоровье. И сейчас я позволю себе привести несколько примеров по здоровью, которые получили люди с начала работы этой компании. Ну, вы видели по ролику, что люди вылечиваются от онкологии. У нас в регионе, я знаю, 4 случая, когда люди не излечились пока еще от онкологии, но получили очень и очень сильное облегчение. Также у людей восстанавливается давление. Вот зачитаю один пример. 4 дня принимаем с женой пыльцу сосны и экстракт листьев бамбука. Начались изменения. У жены почти нормализовалось давление. Было 220 на 110, сейчас 125 на 80. Представляете, какое облегчение у человека. Примерно за 2 недели у людей, страдающих с сахарным диабетом, сахар в крови уменьшается минимум в 2 раза. Также за 2 недели практически проходит такое страшное, страшно неприятное заболевание, как геморрой в острой стадии. У людей проходит варикоз. Особенно это касается женщин. Вот сейчас стало тепло. Многие наши женщины стали снимать черные брюки, черные колготки, одевают юбочки, становятся похожими на женщин. Есть пример восстановления за месяц щитовидной железы. В 80-90% мужчин кардинально улучшается потенция. Уникально воздействуют эти продукты на женщин, достигших определенного возраста. У людей уходит лишний вес, проходит седина, улучшается рост волос на голове, укрепляются ногти и так далее, и так далее, и так далее. Особый фрор эта компания получила, когда в марте 2010 года Министерство здравоохранения Китая официально на весь мир заявила, что пыльца сосны, Гаджень, Гаджень переводится как национальное достояние, в ближайшем будущем способна заменить все продукты для здоровья в мире. После такого заявления ученые всего мира стали изучать этот феномен. И на сегодняшний день учеными разных стран в одной этой пыльце найдено 268 полезных элементов. Это микро, макроэлементы, витамины, минералы, аминокислоты. Найдено около 100 ферментов. И поэтому этот продукт является революционным, потому что пыльца сосны из Китая в ближайшем будущем способна заменить все продукты для здоровья в мире, все БАДы. С этой компанией сотрудничает Министерство иностранных дел, которое дарит пыльцу в качестве подарки высоким гостям государства. С этой компанией сотрудничает Министерство здравоохранения, Министерство спорта, Министерство обороны, Министерство космической промышленности. На всех продуктах здоровья этой компании стоит вот такой знак. Те, кто еще немного помнит английский язык, могут прочитать, что это специальное здоровое питание для китайских космонавтов. Ну и вот в качестве доказательства я вам покажу несколько примеров. Вот на экстракте листья бамбука стоит этот знак. Это вот на пыльце и это вот на кальций, который предлагает нам компания. Но это так, для примера. Так что, друзья мои, пришло время позаботиться о своем здоровье по-настоящему. Хватит уже принимать всякие добавки, так как все это творение человека и творение технологий. Необходимо принимать те, которые создала сама природа. Те, которые восстанавливают здоровье нас и наших близких. Пришло время, когда одно наименование БАДа заменит все продукты для здоровья в мире. Ну а теперь рассмотрим третью составляющую успеха этой компании. План вознаграждения или маркетинг план. Благодаря которому в этой молодой компании уже более 800 долларовых миллионеров. И вот я, как и обещал, хочу познакомить вас с господином Лю Виньмином. Это выдающийся лидер корпорации индустрии здоровья новой эры. Он, естественно, имеет высшую степень, 5 звезд в этой компании. Этот человек является меценатом, преподавателем, предпринимателем. Он за свои деньги построил две школы для китайских детей. Он уже 17-й год работает в компании новой эры и зарабатывает каждый месяц более 300 тысяч долларов. Еще раз повторюсь, этот человек миллиардер. А все в компании на сегодняшний день более 800 долларовых миллионеров. Когда мы были в Китае, господин Лю Виньмин очень любезно пригласил наш свой офис, который находится в центре Пекина. Вот мы в его офисе. Там же в офисе он поделился с нами некоторыми секретами быстрого и эффективного построения бизнеса. Эти секреты основаны на личном опыте господина Лю Виньмина. Кстати, он планирует прилететь к нам в Россию и дать мастер-класс для дистрибьюторов компаний. Единственный в мире государственной компании прямых продаж новая эра. Ну и теперь давайте поговорим о самом маркетинг-плане. С этим маркетинг-планом слабые могут развиваться, сильные могут зарабатывать. Потому что этот маркетинг-план собрал все преимущества 40 ведущих сетевых компаний мира. Это единственный маркетинг-план, который реально в сеть дает 68%. Почему это возможно? Ну, во-первых, правительство Китая поставило задачу перед этой компанией. К 2020 году компания должна войти в тройку самых прибыльных компаний прямых продаж в мире и иметь товарооборот не менее 10 миллиардов долларов. Для выполнения этой поставленной задачи государство выделило уже более 400 миллионов долларов. На данном слайде вы видите табличку, в которой вы видите три крупнейшие державы в мире, которые имеют свои сетевые компании, которые все имеют космические технологии. В нашем случае сырье практически бесплатное. Ну, вы сами видели. Ее пыльцу сосны можно собирать просто даже с воды. Сырье для американских компаний. Ну, возьмем такие компании, как Amway и Herbalife. Многие из присутствующих здесь знают, что эти компании имеют огромные посевные площади. И всю продукцию, все свое сырье они вынуждены высаживать, обрабатывать, привлекать ученых и так далее, и так далее. Поэтому сырье у них дорогое. Ну, российское сырье, конечно, подешевле. В Китае также самая дешевая, квалифицированная рабочая сила. И поэтому себестоимость нашей продукции очень низкая. Ну, а сколько стоят БАДы американских компаний, вы все прекрасно знаете, что цены там очень и очень высокие. Ну, теперь конкретно разбираем маркетинг-план. Он имеет пять видов вознаграждений. Первое вознаграждение – это 20% за приглашение. Или 20% за рекомендацию. Ну, для того, чтобы стать дистрибьютором компании, то есть человеком, который может зарабатывать с этой компанией, который может по наследству передавать свой бизнес детям, внукам и правнукам. Почему я говорю про правнуков? Потому что эта компания будет работать до тех пор, пока существует государство Китай. Итак, вам нужно будет бесплатно зарегистрироваться. Следующее. Вам нужно будет купить из понравившейся вам продукции. Продукцию более чем на 1100 баллов или 1100 PV. В валюте это примерно 220 долларов, в рублях 8000 рублей. Если вы не знаете, что вам брать, вы можете взять программу сам себе доктор, профессора Джаолиния и посмотреть, какая у вас есть болезнь и согласно этой программе подобрать себе необходимую продукцию. И когда вы будете приглашать людей идти за собой в этот бизнес, с первой их закупки вы будете зарабатывать 20%. Независимо, люди купили на 220 долларов или на 1000, у нас есть такие прецеденты, вы будете зарабатывать свои 20%. Второй вид вознаграждения это 22% за товарооборот. Ну, как складывается товарооборот, мы не будем рассматривать. Скажу единственное, что объем здесь накопительный, он никогда не аннулируется, ваша степень только повышается, нет никаких обязательств, нет никакого давления. Ну, как накапливается товарооборот, мы рассматриваем на специальных занятиях. Здесь единственное, хотелось бы заострить ваше внимание вот на чем. Максимальный товарооборот 22% зарабатывает дистрибьютор пятой степени, который имеет структуру более 54 контрактов. Я не говорю человека, а именно контрактов, потому что компания это очень свободная и здесь вы можете купить необходимое количество рабочих мест лично для себя. Но, чтобы стать дистрибьютором пятой степени и зарабатывать 22% от товарооборота, вам нужно сделать накопительный товарооборот более 11,5 тысяч долларов или в рублях это примерно 400 тысяч рублей. Вот для следующего вида вознаграждения, пожалуйста, запомните вот эту цифру 5. 5 это структура, которую возглавляет дистрибьютор пятой степени, в которой более 54 человек. Итак, третий вид вознаграждения. Вы будете зарабатывать 20% за управление структурой, то есть за всю ширину и в глубину до 12 степени, до 12 уровня по поколениям. А поколением является структура, возглавляемая дистрибьютором пятой степени. Представляете, какой объем и сколько денег можно здесь зарабатывать? Только по этому виду вознаграждений. Здесь линейный маркетинг план, который существует во всех топовых компаниях прямых продаж в мире. В этих компаниях нет бинаров, в этих компаниях нет матриц. Там классический линейный маркетинг план. И в нашем случае для того, чтобы выполнить все квалификации, вам нужно иметь всего лишь 6 квалифицированных веток. Причем сделать это очень просто, потому что здесь есть одна особенность. Ну смотрите, мы все прекрасно знаем, что лично наши приглашенные, как бы так помягче сказать, работают не так эффективно, как бы нам хотелось. Ну, например, допустим, ваш лично приглашенный, к примеру, третья степень. Все мы знаем, что все происходит где-то в глубине. Итак, допустим, где-то в глубине у вас появился дистрибьютор, который выполнил квалификацию пятая степень. Как только это произошло, все люди, которые находятся в этой ветке, автоматически тоже становятся пятой степени, включая лично вашего приглашенного, который тоже становится пятая степень. Вот такой интересный маркетинг-план, но более подробно, повторяюсь, мы рассматриваем его на наших специальных занятиях. В принципе, все виды вознаграждений вот эти есть во всех компаниях, просто здесь это распределено более эффективно. Но мне хотелось бы остановиться на том, чего нет в других компаниях. А это есть, но в некоторых. Итак, за счет чего при малой цене первоначальной закупки, при малой ежемесячной активности, ваша ежемесячная активность начинается только тогда, когда у вас уже есть структура, когда у вас есть уже какие-то заработанные деньги. Раньше вы активность такую не делаете, и ваша активность будет колебаться в пределах от 44 долларов до 88. Итак, рассматриваем очень важный вид вознаграждения, который позволяет, имея небольшие структуры, но зарабатывать большие деньги. Итак, когда вы со своей структурой накопительно создаете товарооборот более 23 тысяч долларов, вы начинаете делить до 4% от товарооборота структур СНГ. Ну, в рублях это примерно 800 тысяч рублей накопительный товарооборот. И только после этого вы начинаете получать до 4% от товарооборота структур СНГ. Смотрите, как это выглядит. Допустим, есть вы, есть ваша структура, которая выполнила, неважно за какой промежуток времени, вот это условие. Смотрите, что с вами происходит. Помимо вашей структуры, есть структуры СНГ со своими дистрибьюторами, которых вы вообще не знаете, и знать, наверное, никогда не будете. Допустим, в какой-то период, в какой-то месяц вы сделали небольшой товарооборот, ну, к примеру, 500 долларов, а товарооборот структуры СНГ 500 тысяч долларов. Так вот, если из 500 тысяч долларов отнять ваши 500 долларов, получается вот такая цифра, 499 тысяч 500 долларов. Что это такое? Вот эта цифра, это товарооборот, который вы со своей структурой не создавали. Но, когда вы выполняете вот это условие, от усилий других людей, от товарооборота, который вы не создавали, вы начинаете делить 1%. Как распределяются остальные проценты до 4% мы рассматриваем на наших занятиях. Но, хочу сказать одно, что для того, чтобы максимально делить 4% от товарооборота структуры СНГ, вам нужно иметь структуру всего лишь в 350 человек. Как правильно строить такие структуры, мы тоже рассматриваем на наших специальных занятиях. Ну и рассматриваем очень важный вид вознаграждения, вашу возможность иметь проценты от товарооборота этой компании во всем мире. Смотрите, когда вы накопительно создаете товарооборот более 127 тысяч долларов, вы начинаете делить до 2% от товарооборота всего мира. Что это такое 2%? Привожу пример в цифрах. Если вы помните, по рейтингу товарооборота этой компании в 2011 году был 555 миллионов долларов. В 2012 году он был уже более 700 миллионов долларов. Так вот, 2% от 700 миллионов долларов это 14 миллионов долларов. Друзья мои, пока мы ходили по разным компаниям. Эти деньги уже кто-то поделил. Но каковы же наши перспективы? Давайте вспомним, что к 2020 году товарооборот этой компании будет более 10 миллиардов долларов. И каждый год, начиная с сегодняшнего дня, этот товарооборот все будет увеличиваться, 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 увеличиваться. Так вот, 2% от 10 миллиардов долларов это 200 миллионов долларов. И с нами или без нас, с вами или без вас, эти деньги кто-то поделит. Другие компании вам не предложат таких условий, потому что такая возможность предоставляется раз в 100 лет. Для того, чтобы максимально делить 2% от товарооборотов всего мира, вам нужно иметь команду, свою структуру всего лишь в 2000 человек. Ну, приведу пример в деньгах. Ну, 2000 человек это 5 звезд. Начиная с 3 звезд, люди зарабатывают, это примерно полторы тысячи человек, люди зарабатывают в месяц примерно 100 тысяч долларов. Я думаю, вот так вот будет понятнее. Еще раз напоминаю, что компания открылась совсем недавно, 8 декабря 2013 года. Вот так на гугловской карте выглядит штаб-квартира и офис этой компании в Пекине. Ну, а вот так вот будут выглядеть вновь строящиеся здания и помещения этой компании, на строительство которых государство выделило более 2 миллиардов юаней.